Мы все знаем, что Франция настолько ненавидит хиджаб, что решили запретить его ношение. Теперь они пытаются запретить даже умывание гигиену по исламским канонам. Французская компания оставила предупреждение в своих уборных, которое нацелено на сотрудников из числа мусульман. В нем говорится, «Внимание всем, кто использует туалет. Это нормально во Франции подтираться туалетной бумагой и потом мыть руки с мылом. Использовать руки, чтобы подмываться и позже мыть их, подстроив воды из пластиковой бутылки, абсолютно противоречит элементарным правилам гигиены, которые должны соблюдаться в нашем деле. Исходя из этого, первый человек, которого поймают заходящим в туалет с пластиковой бутылкой или другой емкостью, наполненной водой, понесет строгое наказание». В ходе исследования, проведенного французским институтом общественного мнения, были опрошены более 5000 людей старше 18 лет, в результате чего выяснилось, что одна треть французов не моют руки после посещения уборной, и менее половины перед приемом пищи. В 2015 году в опросе, опубликованном во французской газете «Пресс Оушен» обнаружило, что только 57 французов купаются каждый день, и около 8% купаются один раз каждые 4 дня или меньше. Почему мусульмане используют воду наряду с туалетной бумагой, чтобы очистить себя от в уборной? Потому что пророк миром и благословения сказал, «Чистота половина веры». Даже живя в пустыне в 7 веке, в Воровии, пророк дал четкое понимание важности гигиены, мытья рук, регулярного принятия душа и ухода за собой. Кажется, современные высокоразвитые страны Запада могли бы поучиться тому, что мусульмане знают уже 1500 лет. Или же чистота – это еще один аспект отсталости мусульман. Дорогие братья и сестры, Салам алейкум варахматуллах варакату. Хочу к вам обратиться за помощью моей дочери. У моей дочери острый лимфобластный ликоз. Болеем уже как в 6-й год. Нам нужна ваша помощь, ваша поддержка, так как нам нужно выехать в Питер на обследование, на реабилитацию. У меня нет возможности, так как воспитываю двоих детей, живу на съемной квартире и больная мать. Помогите мне, пожалуйста. Вся надежда на вас ради Аллаха. Салам алейкум, братья и сестры. Ради Всевышнего, пожалуйста, помогите нам выехать за пределы этого города на обследование. Спасибо.